А теперь давайте зададимся вопросом, что случилось, если ваша машина чуть-чуть сломалась или не чуть-чуть сломалась? Есть два варианта ответа. Первый вариант. Взять гусака, притащить этого гусака. Теперь вариант ответа номер один. Что такое гусак? Гусак это называется машина, которая вас куда-то оттащит. Не факт, что это будет в тот момент, когда на улице будет тепло, потому что вот сейчас, допустим, на улице холодно. И сколько вы будете стоять? Час, два, три? Потом вопрос. Какого гусака вы к себе притащите? То есть вам еще надо этого человека найти. Не факт, что он сможет прямо сейчас все это привезти. И вы будете стоять и морозиться. Если тем более еще двигатель вернулся, то все. А потом все это вы приплюсуете и поймете, что гораздо проще вам будет купить, в смысле заказать эвакуатор, который вашу машину привезет. И теперь вариант вопроса. То есть цена эвакуатора не такая уж и высокая. То есть тысяча рублей. Ну, по сути, это, грубо говоря, 10 долларов и чуть-чуть с небольшим. То есть и у вас даже нет никаких проблем. Машина сломалась, что-то там навернулось. Вы вызываете замечательный эвакуатор. Вот видите, какой эвакуатор за моей спиной. И номерочек такой 59-12-12. Просто берете его и привозите свою машину там, где эту машину и сделают. И не дай бог, конечно, что-то случилось большое. Ну, хотя и это тоже возможно. Потому что я последнюю свою машину вез именно вот этим эвакуатором. А вот пока мы смотрим, как на такие эвакуаторы грузятся машины, я вам задам вопрос. Вполне логичный. Вы можете возить машины? И вы можете ли ехать в возимой машине? А теперь слушайте. Машина, которая вас возит, должна ехать мягко и плавно. Я, как специалист, это могу сделать на любой коробке. Так, слегка за 35 лет удовольствия. Теперь вопрос с торможением. А вот это вопрос к тому, кто едет на веревке. То бишь, тормозить оба агрегата вы должны. И еще правильно смотреть за светофорами. Жутко? Надо? А может нет? Может проще эвакуатор, а? Тем более в городе. Ну, какие это проблемы? Вот посмотрите. Будет ли у вашего перца выходной? Не факт. Будет ли он где-то в городе? Тоже. Ну, а так просто позвонил по двум номерам. 59 11 12 и 59 12 12 и вызвал. А если есть интернет? А есть он сейчас во всех сетях. Так что два сайта. Эвакуатор 59 11 12 точка ру и 59 12 12 точка ру. Туда письмо и в течение получаса эвакуатор. Теперь вопрос о дальнейшем. Вы в машинах разбираетесь? Ну, выбрать-то может быть можете. А далее-то как? Из всех водителей 10% могут что-то восстановить. Все остальные нет. Проще отдать спецам. С этим, конечно, проблема, но думайте сами. А так весьма небольшая сумма и машина не торчит на дороге или где-либо. И по сути. Я как-то помню, как мы с Банного задним ходом везли бумера с коцаной коробкой. Да, свет, свет, свет. Проще эвакуатор. Как вы прекрасно понимаете, что машины ломаются. И ломаются не только мелкие машины, еще и большие машины. Вот с большими машинами вообще все сложно. Их просто так не сделаешь. Им нужен замечательный эвакуатор. Причем достаточно большой. Вот трехтонник только на такую машину на Мерседес и залез. Представляете, вот за моей спиной там трехтонник. Ну, было такое. Ну, случилось. Ну, что же, бывает такое. Все машины ломаются. И машины такие же накручиваются. Что делать-то с ними? В любом случае, посмотрите, какие вот эти два эвакуатора я вам сейчас показал. То бишь, вы даже не заезжаете на них. Они плавно опускаются и берут вашу любую машину. В том числе и та, которая не может ехать. Ну, допустим, берем такие линкольные, которые просто опустились и все. Просто закатываете, грамотно закатываете, легко приподнимаете и увозите вашу машину там, где ее можно сделать. Просто и легко.